Прошу принять это к сведению. Перед тем, как продолжить, вспомните, что один штраф за неуважение к суду у вас уже есть. Ваша честь, я адвокат, я должен доказывать правоту. И опять-таки, в продолжение своих слов, и чтобы опять-таки высказать обвинителю свое мнение, я воспользуюсь словами действительно великих людей. Первое высказывание – это основоположник вообще всей терапии на том пространстве, где мы сейчас с вами все находимся, на пространстве Российской Федерации. И высказывание такое, что операция – это молчащий упрек нашему невежеству. Запомните, пожалуйста, товарищ обвинитель. А где не действует химия, там и можем употреблять уже огонь и железо. И второе – это детский хирург, ведущий детский хирург в прошлом столетии, профессор Долеский, говорил так, что хирургия – это терапия, доведенная до отчаяния. И именно с этих слов я все-таки постараюсь разъяснить ряд спорных моментов, которые прозвучали у обвинителя. И, соответственно, таким образом лучше раскрыть все-таки эту тему и доказать, что не просто так мы можем брать и удалять мочевой пузырь. Итак, тримодальная терапия. Начну с систематического обзора, который включал полторы тысячи пациентов. Действительно, в критериях отбора указано, это были пациенты локализованным мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. У них отсутствовал гидронефроз, и это были пациенты без сопутствующей карциномы ин-ситу. Пациентам проводили облучение после трансфер-утральной резекции в дозе 40 грей с усилением уже этого облучения до 54 и далее на весь объем, в том числе и с захватом таза, до 64-65 грей. В качестве фотосенсибилизирующих препаратов использовали как цисплатин, так метамицин, фторурацил, проводили цистоскопию и, конечно же, оценивали частоту так называемых полных и неполных ответов. Результаты пятилетней опухоли специфической выживаемости в этом исследовании, а еще раз повторюсь, это систематический обзор, составили, вы видите, разброс от 50 до 82%. Общая выживаемость, еще больше разброс от 36 до 74%. Частота спасительных цистектомий действительно была достаточно большой. Тем не менее, авторами был сделан вывод, что лечение, основанное на сочетании тримодальной терапии в качестве стратегии сохранения мочевого пузыря, может рассматриваться как разумный вариант лечения, но у правильно отобранных больных. А теперь подробнее. Все-таки лучевая терапия, она должна была быть тогда еще, когда предлагали тримодальные методы лечения с химиотерапией, или достаточно было только лучевой терапии после трансфортральной резекции. И что нам показывает исследование, точнее его результаты? Через два года наблюдения безрецидивная выживаемость в группе химиолучевой терапии составила 67%. В группе только лучевой терапии 54%. Общая выживаемость также превалировала в более лучшую сторону в комбинированных методах лечения. Нежелательные явления, то, о чем сегодня уже затрагивалось третьей, четвертой степени, встречались, да, действительно, несколько чаще в группе химиолучевой терапии, но только в момент проведения самого лечения. Далее, уже в момент самого наблюдения, эти нежелательные явления не проявлялись. И авторы сделали вывод, что комбинация лучевой терапии с одним из предлагаемых химиосенсибилизирующих препаратов действительно значительно улучшает локорегионарный контроль по сравнению с монорежимом лучевой терапии. Но есть еще и другие вопросы, такие как, например, все-таки использовать или не использовать неодевантную или одевантную химиотерапию. И вот в Главном Массачусетском госпитале авторами была проведена работа, это 348 пациентов. Вы видите, достаточно большая медианное наблюдение, 7 лет, средний возраст, 66 лет. Это, в общем-то, все эти показатели пациента, которых мы все время пытаемся или на хирургию, или все-таки пытаться как-то сохранять мочевой пузырь. Так вот, по результатам этого исследования и на графиках, которые вы видите справа по экрану, в левой колонке это, соответственно, опухолеспецифическая выживаемость, в правой колонке это общая выживаемость. Конечно, те пациенты, которые были с стадии Т2, они отвечали на лечение лучше, и, соответственно, те пациенты, у которых был полный ответ, они также отвечали лучше. Но все-таки неодевантная и одевантная химиотерапия помогли улучшить эти результаты или нет? И авторами был сделан вывод, что использование неодевантной и одевантной полихимиотерапии не улучшало эти результаты и, в общем-то, в принципе, на них особо никак не влияло. Достоверной разницы никакой не было получено. Говоря о каких-то возможностях потенциирования этой тримодальной терапии, переходя уже в так называемую тетранеромодальную терапию, авторами из немецкого университета был предложен следующий вариант – добавление регионарной гипертермии. Насколько она могла улучшить результаты? Вы видите то, что в исследовании были включены в том числе и группа пациентов со стандартной лучевой терапией, и вот три группы больных – стандартная, химиолучевая. Это все пациенты после трансуртеральных резекций, я напоминаю об этом. Результаты, частота полных ответов в целом составила 78%, но в группе только лучевой терапии 59%, а в группе комбинированных методов лечения во второй и третий – 84%. И опять-таки, авторами был отмечен еще один очень важный момент, что при многофакторном анализе как раз качество выполненной тур первичной резекции было ассоциировано с риском приведения в последующем уже цистектомий. То есть, все-таки действительно тур надо выполнять максимально радикально. Уровень токсичности при добавлении регионарной гипертермии, в общем-то, существенно не отличался от стандартной химиолучевой терапии. И частота вот этих нежелательных явлений третьей степени было порядка 5%, четвертой степени было только в 1% случаев при добавлении регионарной гипертермии. Авторы сделали вывод, что мультимодальное лечение требует максимальный тур. То, о чем я уже сказал, сочетание химиолучевой терапии и регионарной гипертермии у пациентов мышечного инвазинарного рака мочевого пузыря в высокой степени злокачественности однозначно улучшает местные контроли шансы на сохранение мочевого пузыря, а также увеличивает общую выживаемость. Все-таки тур 1 или надо делать еще тур second look перед тем, как мы перейдем к химиолучевому лечению. Вот исследования 90 пациентов, вы видите, их характеристики были рандомизированы на 2 группы, далее проводили 3 модальную терапию и оценивали опухолеспецифическую и общую выживаемость. Результаты опухолеспецифической выживаемости в группе, где использовали тур и последующий тур second look, составили 68%. А в группе, где была только одна трансуретральная резекция, опухолеспецифическая выживаемость была на 20%, даже больше, чем на 20% ниже. Пятилетняя общая выживаемость в группе, где выполнялся second look, составила 63%, в группе, где только один был тур, 40%. Опять-таки, разница более чем в 20%. И авторы из Турции сделали такой вывод, что действительно трансуретральная резекция повторного осмотра должна быть выполнена пациенту с мышечным воздействием рака мучевого пузыря, которым планируется тримодальная терапия. Опять-таки, сегодня уже говорили при раке пристательной железы снижать, не снижать и увеличивать эти лучевые нагрузки. Это все действительно очень интересные тематики, гипер-гиперфракционирование. Но здесь вопрос другой. Если мы немножко уменьшим лучевую нагрузку, сможем ли мы добиться таких же результатов? И не останавливаясь уже, поскольку времени все меньше и меньше, перейду к выводам. Действительно, гиперфракционированный режим 55 грей по сравнению с 64 со стандартом продемонстрировал результаты совершенно не хуже. Более того, были некоторые улучшения, это видно по левому графику, в плане токсичности. И таким образом, в целом, мы можем отметить, исходя из результатов этого исследования, что, возможно, не всегда надо доводить действительно до полной дозы, чтобы добиться желаемого результата. Опять-таки, цисплатин. Сегодня уже поднимался этот вопрос. Нужен, не нужен цисплатин? Все говорят, да, конечно, с цисплатином результаты будут однозначно лучше. Нет, не будут они лучше. Посмотрите на этот слайд. Исследование, ну, выполнено хоть и нашими соотечественниками, но все-таки на территории США. Пациентам одной группы проводили общепринятую химиолучевую терапию с цисплатином-фторуроцилом. В другой группе пациентам в качестве сенсибилизатора использовали гемцитабин. И вы видите то, что за медианно-периодное наблюдение 5 лет, трехлетняя выживаемость без прогрессирования в группе с гемцитабином даже была несколько выше. Да, это недостоверные результаты. И тем не менее, она была несколько выше по сравнению с теми пациентами, которые получали цисплатин. Был ли выигрыш в плане нежелательных явлений? И вот внизу на слайде вы видите то, что в группе стандартность с цисплатином действительно нежелательные явления 3-4 степени наблюдались чаще. Это практически 64%. По сравнению с теми, кто получал гемцитабин, а это 55%. Тем не менее, авторы сделали вывод, что несмотря на то, что существенной и достоверной разницы нет, гемцитабин также может быть использован. Вариантный уротелиальный рак. Будем брать таких пациентов на тримодальную терапию или не будем? Несмотря на то, что если даже у пациента есть какая-то вариативная гистология, скажем так, нестандартный уротелиальный рак, при использовании тримодальной терапии существенных различий в показателях количества полных ответов общей выживаемости и специфической выживаемости не было отмечено. Мы можем брать, в общем-то, пациентов с любой гистологией, с любыми, скажем так, вариантами уротелиального рака. Качество жизни пациентов никоим образом не ухудшалось на фоне тримодальной терапии, только в момент самого проведения. С радиологами обязательно нам надо дружить, потому что вы видите, что только 10% доходят до радиологов и слышат то, ну скажем так, те реальные альтернативные изменения. Рано ли ставить точку? Я считаю, что однозначно рано ставить точку в этом вопросе. Но буквально вот все, два слайда. Собственные результаты, проведенные в Институте Герцена, это всегда лучше, чем то, что мы показываем, что где-то сделали там у них. Авторов вы видите, мы рандомизировали это ретроспективное исследование. Мы специально здесь никого не отбирали, мы просто посмотрели, как действительно живут пациенты, те, которым сохранили мочевой пузырь при использовании неодевантной, одевантной и в том числе лучевой терапии. Здесь не было протокола тримодальной терапии, напомню об этом. Посмотрите, безрецидивная выживаемость, да, конечно, те, у кого мочевой пузырь сохранили, она была несколько хуже, но после пяти лет идет стабилизация и вы видите то, что больше рецидивов не наблюдалось. Выживаемость без прогрессирования, а вот здесь как раз при резекции мочевого пузыря, при сохранении, при органосохранном лечении результаты недостоверны и тем не менее тенденция в пользу органосохранного лечения. Опухоль, специфическая выживаемость, примерно такие же результаты, сопоставимы с цистектомией и общая выживаемость. Здесь однозначно в пользу резекции мочевого пузыря. И, конечно, все-таки какова будет реальность и какова будет иллюзия. Раньше всегда тенденции были такие, что иллюзия – это сохранить мочевой пузырь при инвазивном процессе. Нынешняя реальность выбирать вам. Я как адвокат закончил. Спасибо, Ваше честь. Благодарим. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Пока что вопросов нет. Обсудим после свидетеля.